Здравствуйте! Нам известно, что значение тангенса угла равно 0,875. И нам нужно с помощью калькулятора вычислить градусную меру этого угла и округлить получившееся значение до 1. У какого же угла тангенс равен 0,875? Во-первых, давайте уточним, правильно ли мы поняли условие задачи. Нас не просят найти тангенс угла 0,875. Значение тангенса уже дано нам в условии. Нам нужно выяснить, чему равен сам угол. В условии сказано, что тангенс угла – обозначим угол через θ – тангенс θ равен 0,875. 0,875. Как же вычислить этот угол θ с помощью калькулятора? А поможет нам в этом функция, обратная тангенсу, или, как ее еще называют, функция арктангенс. Давайте запишем функцию, обратную тангенсу, для выражений в обеих частях равенства. Мы записываем функцию, обратную тангенсу, в левой части. И точно так же давайте это мы сейчас удалим. И записываем функцию, обратную тангенсу, в правой части. В левой части у нас получится угол θ, а в правой части будет тангенс в минус первой степени 0,875. И когда мы введем это на калькуляторе, нам нужно будет только выбрать градусы, чтобы получить градусную меру угла, или радианы, чтобы получить радианную. Что ж, вычислим значение выражения в правой части на калькуляторе. Это обычный калькулятор. Кнопки с функцией, обратной тангенсу, здесь нет. Но есть кнопка «inf». На английском «inverse» обозначает «обратный». Но это не та кнопка, с помощью которой мы можем вычислить число, обратное данному. Эта кнопка у нас вот здесь. С помощью кнопки «inf» мы вычисляем функцию, обратную данной. Обратите внимание, мы нажимаем эту кнопку, и все функции становятся обратными и исходными. Теперь можно ввести значение тангенса угла. Итак, 0,875. Мы вычисляем функцию, обратную тангенсу. Мы вычисляем градусную меру угла. Здесь отмечены градусы. Появившееся значение нужно округлить до единиц. Значит, это будет 41 градус. Таким образом, θ, угол θ приблизительно, не точно так, как мы округляли, равен 41 градусу. А теперь давайте вычислим меру угла на графическом калькуляторе. Вот тут у нас кнопка, вот она, которая запускает функцию тангенса. И над ней есть надпись «тангенс в минус первой степени». То есть функция, обратная тангенсу. Надпись желтого цвета обозначает, что мы нажимаем желтую кнопку с надписью «Shift», и теперь активны все обратные функции. Нажимаем на тангенс, высвечивается функция, обратная тангенсу. Вводим 0,875 и нажимаем «равно». В результате получилось такое же значение. И если мы округлим до единиц, то это будет равно 41 градусу. Вот и все. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok